Всем привет, друзья! Это программа «Итого поза то», в которой мы обозреваем главные новости уходящей недели. За ними мы ходим в паблик «Зато новости». Те новости, которые набирают больше всего лайков, охватов и репостов, в нашу передачу и попадают. Кроме того, мы выезжаем в разные интересные места для съемок нашей передачи. Сегодня нас любезно пригласили в кафе «Молодежка», который располагается на улице Куйбышева, не поверите, в молодежном центре. И это не случайно, дорогие друзья. Дело в том, что у нас на носу, что? Правильно, масленица. Поэтому сегодня будем радовать себя блинами. Но сначала расскажем о главных новостях уходящей недели. Поехали! Командир нашей саровской части Росгвардейцев Сергей Гошков, а также ветераны и, соответственно, действующие его на служащие, поздравили замечательного человека с 8 марта. Это труженик тыла Зинаида Михайловна Курбакова. Майора в отставке поздравили с Международным женским днем, провели для нее концерт и, соответственно, дальше отправились на чаепите, в рамках которого побеседовали о ее деятельности. Дело в том, что, несмотря на свой пенсионный возраст, Зинаида Михайловна сохраняет здравость ума и, соответственно, ведет активную деятельность. Мы ее прекрасно знаем. В свое время мы содействовали ей в выпуске книги, посвященной саровским героям. То есть она этой деятельностью занимается, изучает вот эти материалы и потом выпускает книги. Даже вот у меня есть вот такая замечательная книжка, называется «Вечно живые». И тут прямо в посвящении есть благодарность мне за то, что я публиковал о ней статьи. Поэтому мы желаем ей здоровья, сохранения ума и, соответственно, дальнейшей деятельности на Ниве просвещения саровских жителей о героях, которые в нашем городе жили. Надо сказать, что в свое время, например, Зинаида Михайловна очень много усилий приложила и добилась появления в нашем городе проезда Ахтямова. Это герой Советского Союза, который жил и работал в нашем городе. Стали известны подробности ДТП, произошедшего на перекрестке Октябрьский и Александровича 7 марта. Дело в том, что Тигуан двигался по главной дороге, а МАЗ двигался по второстепенной дороге. Но, соответственно, Тигуан не пропустил. В результате пострадала пассажирка Тигуана, которая, правда, после осмотра врачом была отпущена домой. Надо сказать, что в комментариях по этому поводу пишут, что там действительно очень сложная ситуация в связи с тем, что в зимний период там сваливали снег на обочины. Поэтому очень сложно разглядеть, что там вообще происходит. С другой стороны, надо отметить, что действительно бдительность терять нельзя, даже если ты находишься на главной дороге. Потому что всякие разные интересные штуки могут случаться. Еще раз призываю водителей, особенно сейчас, в весенний период, когда у нас появилось солнце, когда снег еще по-прежнему лежит, и от него блики попадают нам в глаза, быть особенно внимательными. Также рекомендую не забывать о том, что у нас в городе, как и в любом другом городе, действуют ограничения скорости. И поэтому эти ограничения нужно соблюдать. Они написаны не просто так, а все-таки исходя из того, что город это, в общем-то, среда для жизни людей. И эти самые люди, не поверите пешеходы, могут неожиданно появиться у нас на дороге. Кроме того, и автомобилисты, также находящиеся в ситуации, когда вокруг очень много машин, много солнца и много снега, тоже себя могут вести неадекватно. Здоровья вам, друзья! К нам обратилась мама Лизы Тишкиной. Это не очень приятный, печальный повод. Дело в том, что уже 15 лет прошло с того момента, когда эта девочка 10-летняя, Лиза Тишкина, пропала у нас в городе. И до сих пор информации о том, что же с ней случилось, на самом деле нет. Мы все прекрасно помним, как весь город ее искал, как у нас несколько раз спускали реку для того, чтобы можно было поискать ее, возможно, тело. Как мама ездила на различные передачи, которые идут по центральному телевидению. Даже была некая надежда, когда девушку, похожую внешностью на Лизу, нашли где-то в Москве, но тест ДНК не подтвердил ее родство с мамой. Ситуация печальная, но, в общем-то, она у нас сейчас фактически в культурном городском коде, мы о ней помним. И, соответственно, очень надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться в будущем. Маме терпение и сил. Опять какая-то беда с заместителями главы администрации. На этот раз Олег Кочетков, заместитель главы администрации, первый заместитель главы администрации, попал в ДТП. Он ранним утром снес светофор на Зернова, после чего пытался скрыться с места ДТП и, соответственно, был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения. Это то, что сообщили нам наши источники, потому что, естественно, подробности пока не разглашаются. Саровский городской мировой суд уже рассмотрел это дело и передал его в Дивеевский суд, потому что, в общем-то, место жительства Олега Кочеткова как раз там, в Дивеево. Что тут можно сказать? Ну, прекрасно, дорогие друзья, что у нас все-таки вертикаль власти наконец-то действительно очень серьезно работает. Если раньше, лет 10-15 назад, действительно можно было подобные вещи замылить по звонку, кому надо, и все бы ушло под сукно, то сейчас все. Сейчас, если дело попало в систему, то система с этим человеком будет работать. С другой стороны, судебная система не всегда удовлетворяет наши, дорогие друзья, ожидания от этих дел. Мы прекрасно помним, что Леонид Бородуллин, обвиненный в серьезном, так сказать, правонарушении и даже, можно сказать, преступлении, отделался практически легким успугом, небольшим штрафом и, соответственно, отпущен был на свободу. Надо сказать, что с заместителями главы администрации эта история не закончилась. То есть, пока мы готовили этот выпуск, выяснилось, что другой заместитель главы администрации по городскому хозяйству, Сергей Иванович Лобанов, собирается уйти на пенсию. Этот человек, я даже сейчас не вспомню, но лет, наверное, 15 точно выполнял эту работу и, с нашей точки зрения, выполнял ее хорошо. То есть, при имеющихся ресурсах он действительно беспокоился о городском хозяйстве и старался максимально его содержать в порядке. Была интересная история, после того, как у нас предыдущая администрация прекратила работать, состав администрации был серьезно обновлен. Ну, так обычно бывает, когда приходит новый глава, он старается всех замов поменять, чтобы поставить там своих людей. Так вот, на одном думском заседании кто-то спросил, значит, главу администрации Алексея Сафонова, не собирается ли он поменять Сергея Ивановича Лобанова. На что глава, совершенно не стесняясь, сообщил о том, что, в принципе, поменять-то можно, но вот на кого? Потому что должность действительно расстрелянная. Человек отвечает за все городское хозяйство, за все эти дороги, скверы, парки и прочее. Поэтому, кого они сейчас найдут, кого поставят на эту должность, остается непонятным. Так что нашему городу придется жить в этой реальности. Отлично взлетает у нас, дорогие друзья, замечательный творческий ролик, созданный командой креативных девчонок Саровских. Этот ролик создан креативным творческим дуэнтом, состоящим из Екатерины Шмаковой и Натальи Интяпиной. Девчонки достаточно регулярно снимают подобное видео и, соответственно, выкладывают это дело в сеть, вызывая достаточно бурный интерес. Надо сказать, что Екатерина Шмакова совсем недавно побывала у нас на радио в нашем новом шоу, шоу Шамаева, где наш замечательный новый радиоведущий, стендапер Алексей Шамаев взял у нее интервью. Я визажист, стилист, организатор фотосессий наших проектов. Стаж работы где-то у меня 5 лет. Видеопродакшн, здоровье мы с Наташей создали где-то 2 года назад. Да, а расскажи, пожалуйста, вот Наталья, да, это твой партнер получается? Наталья Интяпина, да, это наша команда, мы с ней вместе работаем, создаем индивидуальный проект под ключ. Соответственно, это получился некий такой анонс к предстоящему ролику. Кстати, сам Алексей Шамаев тоже в этом ролике снялся в образе Воланда. Собственно, об этом и речь. Ролик посвящен знаменитому роману «Мастер и Маргарита» и, соответственно, состоит из того, что Воланд со своей свитой ходит по различным городским объектам. Они люди как люди, любят деньги. Но это всегда было. Картельный вопрос только испортил нам. Интересный город, верно? Весен. Мне больше нравится Винни. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Час наставлено. На самом деле, немножко тревожно, да? Потому что, ну, если кто-то помнит сюжет «Мастер и Маргарита», там прям практически должен был апокалипсис случиться в связи с появлением Воланда в Москве. То, что Воланд приехал в этот раз в Саров, видимо, говорит о многом. Друзья, давайте напряжемся. Будем вести себя корректно. Не будем вызывать у князя тьмы, так сказать, нареканий. И будем надеяться все-таки на то, что силы добра смогут Воланда удалить из города и также удалить из города различных нехороших людей, по поводу которых он сюда приезжал. Областная новость, которая, естественно, нас всех взбудоражила. Дело в том, что ранним утром в 4 часа утра от 12 марта был совершен налет БПЛА, ну, украинских, естественно, на нефтебазу Лукоиловскую, которая расположена в промзоне Кстова. И в этот раз налет оказался для них успешным, то есть было повреждено некое оборудование и началось возгорание нефтепродуктов. Надо сказать, что система защиты сработала корректно, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Кроме того, удалось избежать человеческих жертв и, соответственно, пожар был потушен с помощью специального пожарного поезда. Ну да, в общем-то, в такой реальности мы живем. Мы прекрасно понимаем, что интенсивность вот этих боевых действий со стороны Украины усиливается и начинает уходить немножко вглубь России. Те области, которые находятся сопредельными с территорией Украины, страдают больше, но и до нас, в общем-то, добрались. То есть были попытки напасть на Дзержинскую промзону, теперь вот добрались до Кстовской. Но в любом случае нужно понимать, дорогие друзья, что любое действие имеет и равное ему противодействие. То есть, естественно, наши системы противовоздушной обороны совершенствуются. Россия насыщается этими самыми средствами, исходя из вот текущей угрозы. Могу лишь добавить, что в свое время я столкнулся с неким фактом, который я озвучить не могу. Потому что по закону, если я сведения, полученные из открытых источников, как-то проанализирую, а вам дам выводы, и эти выводы совпадут с некой там секретностью, то это будет нарушение государственной тайны. Но могу от себя сказать, что, в общем-то, есть оптимизм, что наш город от подобных акций защищен. Ну и главное событие для нашей страны и для мира в целом, которое происходит прямо сейчас, дорогие друзья, это выборы президента Российской Федерации. Напомню, что в этом году они проходят в три дня. Кроме того, можно проголосовать электронно. Я, кстати, так и поступлю. То есть, я специально зарегистрировался на госуслугах. Меня прогнали через тренировку. То есть, мне реально там прислали ссылку, я по ней прошел, и там за абстрактных кандидатов проголосовал. После чего меня поздравили, дескать, молодец, здорово у тебя все получается. Поэтому за президента буду в этот раз голосовать именно таким образом. Соответственно, вот эта вот история с выборами, она на самом деле зачастую в нашей стране призвана не выбрать конкретного кандидата, потому что мы-то с вами знаем, кого мы выберем, да, а все-таки продемонстрировать доверие этому кандидату со стороны наших граждан. Кроме того, многие же говорят, типа, дескать, выборы без альтернативной. Важно учитывать, что те люди, которые там займут вторые, третьи, четвертые места за уже избранным президентом, они также попадут в поле зрения и внимания как раз нашего руководства страны. То есть, возможно, им какие-то должности предложат, учитывая их популярность среди народа. Соответственно, вы действительно можете выбирать из всех предложенных кандидатов, и это тоже правильно. Поэтому, дорогие друзья, вопрос, ходить на выборы или не ходить, передо мной лично не стоит. На выборы ходить надо. Я на своей памяти, по-моему, ни одних выборов так и не пропустил. То есть, я считаю это своей святой обязанностью. Поэтому, дорогие друзья, если еще не сходили, идите на избирательный участок. Некий многодетный отец оформил положенные ему по закону пособия социальные, да, и начал его получать. Но спустя какое-то время этот самый многодетный отец был лишен родительских прав, но не уведомил государственные органы об этом обстоятельстве. Поэтому в течение года он получал эти средства по-прежнему. И таким образом наказал государство на 12 тысяч рублей. Соответственно, это считается мошенническими действиями, теперь его будут преследовать по закону. И эта история может грозить ему отсидкой до двух лет, пока находится под подпиской о невыезде. С одной стороны, конечно, ну правильно, действительно нельзя обманывать государство. И тем более, вот в такой области, когда, в общем-то, она завязана на детей. А с другой стороны, как обычно, печально, да. То есть, люди, мошенничающие миллионами, да, наказывающие государство и жителей на огромные суммы, в суд не попадают. А вот такие вот, ну, прямо скажем, шалопаи на самом деле могут получить по полной программе. Как говорили в одном фильме, должен же кто-то перед суровым лицом закона стоять. Вот стоят такие недотепы. Интересный новый вид мошенничества. С таким мы еще в городе не сталкивались. Некий саровчанин отогнал свою машину на ремонт в некий сервисный центр городской. И договорился о том, что заплатит деньги после ремонта. Но ему поступил звонок, где человек представился сотрудником этого центра и сказал, что нужно внести предоплату на запчасти. 22 тысячи рублей. Саровчанин, ничего не предозревая, эти деньги перевел. Следом, этот человек снова позвонил, сказал, что, в принципе, и за работу тоже бы надо заплатить. Вот тут саровчанин начал что-то подозревать и позвонил уже по официальным телефонам сервиса и выяснил, что, соответственно, никто оттуда не звонил, никаких денег с него не требовал. Остается вопрос, каким образом данные о том, что он отогнал туда машину на конкретный сервис, утекли мошенникам. В этом будет разбираться полиция. Как разберется, обязательно расскажем. Хотя, к сожалению, мошеннические дела у нас практически полностью попадают в категорию нераскрываемых. Ну и, опять же, надо отметить, что, особенно, наверное, перед выборами активизировались, опять же, мошенники, которые, как мы считаем, действуют с территории Украины. И сейчас пошла типовая схема, когда вам, дорогие друзья, звонят и говорят о том, что договор на обслуживание вашего телефонного номера заканчивается, и нужно его продлить. А для того, чтобы его продлить, нужно продиктовать цифры, которые придут в специальные смс-ки. Люди не смотрят, откуда пришла смс-ка, и цифры диктуют. Дело в том, что смс-ка приходит от сайта госуслуги. Таким образом, мошенники получают доступ к вашему аккаунту и, соответственно, могут совершать там всякое. По большому счету, мы тут размышляли, и на самом деле, ну, что-то серьезного они сделать не могут. Да, какую-то покупку сделать или, допустим, продать вашу недвижимость. Но, тем не менее, мошенники стараются психологически потом на людей давить, говорить о том, что кто-то пытается взять кредит. Мошенники, кстати, вот оформляют там заказ справки 2НТФЛ, например, на сайте госуслуги. Человек видит, что что-то происходит, начинает бояться, и дальше уже стандартная схема. Возьмите кредит сами и переведите его на специальные защищенные счета. Поэтому еще раз, дорогие друзья, напоминаю, во-первых, звонков от сотовых операторов с рассказом о том, что у вас заканчивается действие договора, не происходит никогда. Во-вторых, еще раз традиционно, никакие цифры, пришедшие к вам с помощью смс, никому сообщать не надо. Ну и еще пара неприятных историй. Дело в том, что на прошлой неделе мы опубликовали видео с полицейской и росгвардейской машиной, стоящих у Плазы. То есть там, видимо, что-то произошло. Мы стали выяснять подробности. В администрации нам сказали, что на самом деле ничего страшного, это просто был ложный вызов. Но, тем не менее, как сообщают наши источники, на самом деле дело ушло в Следственный комитет. То есть, видимо, какой-то факт все-таки был. Опять же, наши источники сообщают, что это было покушение на убийство. Соответственно, информацию мы сейчас никакую получить не можем. Потому что все наши попытки взаимодействовать со Следственным комитетом в предыдущие периоды заканчивались ровно одним. До завершения следственных действий никакая информация разглашаться не будет. Но, как говорится, это жжж неспроста. И еще один симметричный случай. Дело в том, что Насилкина, некий мужчина, в результате драки получил повреждение. И, как сообщают наши подписчики, опять же, скончался, не приходя в сознание. Дело также отправлено в Следственный комитет. Поэтому подробности мы узнаем, ну, я не знаю, через полгода, год. Обычно столько длится следствие по подобным делам. На следующей неделе Нас ожидает вполне весенняя погода. До плюс шести днем. К концу недели чуть холоднее, до плюс четырех. И, возможно, мокрый снег. Это была передача «И того поза то». И снимали мы ее в кафе «Молодежка», который располагается в молодежном центре на улице Куйбышева. Здесь нас любезно угостили блинами. Потому что, дорогие друзья, на дворе масленица. А значит, всякий православный и неправославный русский человек обязательно должен отведать блинов. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok